Кот Шрёдингер. Если кто-то когда-то говорит, что он знает и понимает квантовую механику, и делает это совершенно безошибочно, то, по всей видимости, он просто не имеет о ней никакого представления. Думаю, что нет ни одного человека на земном шаре, который бы квантовую механику вполне понимал. Один из самых ярких парадоксов, которые с ней связаны, это так называемый парадокс кота Шрёдингера. В чем он состоит? Я долгое время тоже не понимал, в чем состоит этот парадокс. И вот сейчас готов уже предложить некоторое его понимание, которое, на мой взгляд, выглядит на самом деле вообще непреодолимым никак. Ну, пока что. Что значит непреодолимым? Некое понимание, которое выглядит совершенно непреодолимым. То есть сам по себе парадокс, он окажется непреодолимым. Но непреодолимым он окажется. То есть люди из этого как-то выходят. Но если мы вспомним знаменитую статью, помните, когда была дискуссия между Эйнштейном и Бором в свое время, и когда Эйнштейн предложил парадокс рога Зазноподольского. И каждый из них тогда говорил, почему это не может быть такое. Эйнштейн говорил по одним причинам, а другие люди говорили по другим причинам. Вот такова вот, значит, ситуация. Здесь все ровно то же самое. Получается, на самом деле, люди сейчас предлагают его обходить, но их аргументы примерно такие, какие были у Бора и Эйнштейна. То есть они считают, что он должен быть обойден. Но в то время как, например, подтверждение парадокса Роженоподольского экспериментально, говорят, что его обходить не надо и не нужно. И сейчас люди пытаются строить некоторые системы шифрования, связанные на работе с путными состояниями. Мы все помним, как где-то месяца два назад ликовала вся гуманитарная наша интеллигенция, издевалась, писала шаржи, только потому что в проекте исследований, по-моему, квантового центра или какого-то, была записана квантовая телепортация. И все смеялись, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они то на дирижабле хотят летать, то хотят они, значит, телепортировать, что ли, ха-ха-ха, этого быть не может, говорили они. Но тем не менее, квантовый телепортация, состояние, основанное на парадоксе Эйнштейна Рожена-Подольского, вполне возможно, это с настоящими совершенно респектабельное направление современной физики и, как кажется, чрезвычайно многообещающее. То есть, по крайней мере, у людей фантазия сейчас бедная, все, что они думают, это еще о более мощном компьютере. Более мощный компьютер вполне возможно, это будет тот компьютер, который работает в том числе и на тех системах, которые фигурируют в экспериментальном подтверждении эксперимента Эйнштейна Рожена-Подольского. Значит, про несчастного кота. Кот находится с некой маленькой частицей, чрезвычайно маленькой, поэтому микроскопической. И эта частица, она радиоактивна, она испытывает радиоактивный распад. Мы понимаем, что можем описать только статистически через период полураспада. Поэтому она то распадется, то не распадется, это непонятно. Но если она распадается, то уже включается механизм, в клетку с котом поступает синильная кислота, кошак умирает. Такова ситуация. Если не распадается, то она сказывается совершенно жив. В чем здесь, казалось бы, парадокс? Ну и что? Включили часы? Включили эти часы, которые работают совершенно случайным образом? Или как-то еще? А дело в том, что в этой самой ситуации, в этой картинке, частица может пребывать в неком состоянии суперпозиции. Суперпозиции, то есть некоторого состояния, которое с вероятностью одна эта частица распалась, а с вероятностью одна вторая эта частица не распалась. Что состояние суперпозиции, чем она отличает состояние смеси состояний? Обратите внимание, что, как ни странно, в квантовой механике все состояния на букву S. Первое состояние S это спутанные состояния, это те, которые фигурируют в парадоксе Эйнштейна-Розана-Подольского. Второе состояние, это значит, связанные состояния, атомы, это связанное состояние электронов и ядра. И есть еще суперпозиция состояния, и еще тоже на S, и это есть смесь состояний, смешанное состояние. Ну, представим себе коробку, значит, с перчатками. Они левые и правые. Их много-много, например, сто пар перчаток. И ясно, что они где-то в коробке будут лежать, я пока не вижу, но я твердо знаю, что там примерно 50, ну, примерно их сто пар, да, сто штук правых и сто штук левых. То есть таким образом перчатки в этой самой коробке образуют смесь перчаток левых и правых. Они просто между собой смешаны. Левые и правые. Теперь как на эту позицию смотрит квантовая механика? Через понятие суперпозиции. А суперпозиции, когда каждый из этих перчаток находится с вероятностью одна-вторая в состоянии левая, и здесь одна вероятность состояния правая. Вот такова, значит, эта замечательная картинка. Поэтому парадокс Розен-Эдж-Эрвы, парадокс Рейденгерского кота можно сформулировать следующим образом. Что? Почему в мире устроено таким образом, что мы можем при помощи некого эксперимента, в частности, с котом и с линейной кислотой, связать суперпозицию со смешанным состоянием? Но у нас в макромире всегда-всегда одни только смешанные состояния. Вот я практически убежден в том, что в коробке как левая перчатка, так и она была левой, так и она осталась левой. Натальше, что я ее достал. Натальше, что я ее не видел. Она была левой до этого. И правая была до этого левой перчаткой. И все у нас вот эти частицы, они распределены по ящику, допустим, какие-то, если у них больше свойств, то они действительно смешаны. Ведь, например, даже достаточно крупные частицы, такие, как, например, молекулы в комнате вот этого воздуха, воздуха, мы убеждены, что они, что это смесь состояний, молекул, движущаяся с различными скоростями. Больше, с меньшей, со средней, со средней квадратичной. Но их смесь всевозможные образы. Мы не можем говорить, что одна молекула одновременно движется как бы с двумя разными скоростями. То есть суперпозиций там нет. Мы убеждены, что везде эта смесь. А в микромере, то есть в настоящей мере, микрочастиц, которым занимается квантовая механика, в ней можно определить такую тоже забавную вещь, что в ней только одни суперпозиции имеют место быть. Только суперпозиции. Только всегда, когда у нас есть перчатки одна левая, вторая правая. И это как бы является сущностью квантовой механики. Ведь, обратите внимание, знаменитый эксперимент, связанный с интерференцией на двух щелях. Почему он возможен? Да потому что у нас возможна интерференция, то есть суперпозиция электрона, как бы проходящего одновременно через две дырки. То есть суперпозиция двух вот этих самых, значит, состояний. Раз они между собой интерферируют, то получаем замечательную интерферационную картину. Но никто не видел интерферирующего кота. Никто не видел. Ну, может быть, какие-то чудеса бывают, но кот никогда не интерферирует сам собой. И это тоже странно. Мы видим, что благодаря связи, которую нам предлагает Шреддингер, мы можем макросостояние кота связать с микросостоянием, с распадающейся частицей. Но опять, одну-то мы на каждом шагу видим, что она может интерферировать. Даже очень большие атомы могут. Хубиди, например, интерферировать, гелий, еще что-либо еще. А кот не может по каким-то причинам. Но они между шагу получается жестко связаны. Это тоже как бы суть парадокса Шреддингера. Таким образом, можно попытаться сформулировать... Так говорилось, что там суперпозиция состояний как бы частица с какой-то вероятностью распалась, с какой-то не распалась. Ну как, в смысле? Как это так? Она либо распалась, либо не распалась. Нет, у тебя суперпозиция двух состояний. Состояние первого и состояние второго. У тебя, допустим, есть суперпозиция состояний, у тебя... Ну, у тебя не обязательно радиоактивный распад, но представь себе ситуацию, она находится в возбужденном состоянии, потом она падает в основное состояние но на самом деле у тебя эта картинка может быть сделана так что у тебя реальное твое состояние оно и есть суперпозиция вот этих двух ну вот точно так же и точно так же и с распадом ну распадом по сути то же самое ты берешь падаешь вниз по энергии спускаешь какую-то другую частицу но у тебя реально пока ты не начал измерять пока ты частицу не фиксировал продуктов распады ты не можешь сказать в каком состоянии она находится у тебя до этого не знаешь ты когда открываешь коробку ты не узнаешь какая у тебя левая левая или пара правая но я хочу вот переходить к сути вообще рассказа я хочу рассказать сути рассказа суть рассказа состоит что я-то раньше почему думал ну какая разница открыл коробку мертвый открыл коробку кот живой мы не должны казалось бы заботиться тех состояний которые мы в принципе не можем наблюдать это некая установка такая позитивистская мы не можем наблюдать с этой нашей точки зрения нам все равно ход был в суперпозиции живого мертвого кота или он был в смешанном состоянии то есть живой или мертвый да таким образом мы вот она об этом об этом долго долго думать вообще говоря с квантой точки зрения казалось бы да должно это картинку еще можно усложнить я открываю коробку и вижу что моя частица распалась ну то есть перешла из одного состояния в другое да если она перешла то я вижу подыхающего кота кот умирает у меня на глазах если она не перешла то кот живее всех живых точно также мы видим что мы никогда не можем получить казалось бы коробку открыть и увидеть кота который уже умер то есть если мы туда положим мертвого кота то так всегда и останется мертвым а если мы положим живого кота мы не увидим мертвого кота мы увидим умирающего кота да казалось бы и увидим кота живого то есть два разных состояний то есть как только мы открываем коробку мы переводим суперпозицию двух состояний какой-то простой частицы квантово-механической мы переводим ее в одно из состояний одно из этих состояний на наших глазах убивает кота, казалось бы так но тем не менее я хочу сказать, что у этой задачки есть фундаментальный смысл по той простой причине что сидя в нашем мире мы можем суперпозицию отличить от суперпозиции можем отличить от смесь состояний ну вот был предложен и осуществлен следующий эксперимент летят нейтроны у нас анализатор Штермора Герлаха и он анализирует у них спин сначала Z компоненту а потом X значит если у нас Z его анализируют то таким образом он пучок нейтронов разбивает на две группы у одной Z у второй X представим себе, что у нас была ситуация смешанного состояния Z их состояние с одной стороны определена а X может быть какой угодно поэтому мы померили Z померили Z и поэтому мы ожидаем, что дальше когда будет его анализировать уже компоненту X то будет одинаковая пропорция состояния минус X и X точно так же мы померили компоненту минус отрицательную то есть минус одну вторую опять Z померили это была одна вторая теперь минус одна вторая точно так же мы ожидаем что у этих штук будет одинаковое состояние одна вторая и минус вторая для X для компонента X то есть мы видим что у нас после анализатора Штерна Герлаха у нас пучок нейтронов делится на две группы и каждая эта группа при измерении координат X должна давать у нас соответственно что? должна сводить одинаковое количество X и минус минус одна вторая и одна вторая компонент X вот такова у нас же картинка но на деле на деле если бы там была суперпозиция таким образом то если бы она суперпозиция то есть когда мы меряем компоненту Z мы меняем общее состояние системы и поэтому по формам это можно писать у меня во-первых пятки болят во-вторых долго выкладки писать и маркера плохо пишет тогда при суперпозиции получится что компонента X оказывается определена но в самом деле если мы возьмем собственное значение оператора спина Z то есть одна вторая минус одна вторая то он образует базис в котором все остальные значения спина могут быть описаны как некая суперпозиция правда же, да? можешь разложиться и ты вот эту ситуацию делаешь и когда они у тебя проходят эти нейтроны через него они оказываются фиксированы их фиксированы строго одинаковым образом что бы мы не мерили в одном и том же случае мы всегда получим плюс одно второе не минус одно второе а плюс одно второе всегда я предлагаю насладиться этим результатом потому что для всего нашего естественного мира это само собой и кажется разумеющимся но возьмем типа того что вращающийся шарик это вращающийся шарик ну не знаю даже что ну не вращающийся шарик ну что-то 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 похожее потому что мы измеряем z одну компоненту а вторая может быть либо плюс минус либо одна вторая а здесь как бы получается чрезвычайно наоборот то есть состояние суперпозиции приводит к тому что у нас значение x компоненты тоже вслед за измерением z оказывается строго фиксированным это как бы чудо большое но тем не менее все квантово-механические системы а этот эксперимент был поставлен квантово-механические представления о том что они находят суперпозиции были блестящим образом подтверждены этот эксперимент и вот таким образом оказывается фундаментальное различие между смесью состояний и суперпозит состояний мы видим что суперпозиция и смесь состояний приводят к разной физике такое мы уже когда-то видели чрезвычайно вот казалось бы простейший пример вот так вот похожие вещи это неразличимость частиц мы понимаем что если частицы различимы то у них одна статистика и мы будем измерять например скорость частиц обнаруживать один закон если эти частицы неизмеримы то получается что у них кстати да они неразличимы то получается что они у нас ни в коем случае оказываются не неотличимы друг от друга И это приводит к другой статистике. Либо Базе, как мы знаем, либо Фермиги Рака. Либо Базе Эйнштейна, либо Фермиги Рак. Либо к Фермионам, либо к Базенам. Здесь точно так же. Такое абстрактное умозаключение, что микромир живет в том специфическом космосе, где перчатки, запертые в ящики, не делятся на правый и на левый, а каждый из них находится в суперпозитном состоянии с одной, второй, первая и вторая. То таким образом получается, что мир совсем не таков, какой мы о нем думаем. И встает вопрос, раз Шредингер нам предъявил, сделал некоторую картину, когда мы можем микросостояние, суперпозицию, связать жестко со смесью состояния, то есть макромиром, мертвым и живым котом, то это чрезвычайно кажется странным. То есть его можно переформулировать, этот парадокс следующий. Почему состояние, которое является суперпозицией в микромире, проявляет себя в макромире, как в семейной состоянии? Почему то, что является суперпозицией левой и правой перчаткой, с вероятностью одна, вторая, каждая, превращается вдруг в короче, где лежат и левые, и правые перчатки? То есть для каждой левой и правой принадлежит только одно всевозможное свойство. И это как бы выглядит чрезвычайно странным и удивительным. Я не вижу, как это можно преодолеть. Но народ его пытается преодолевать при помощи следующих рассуждений. Эти следующие рассуждения, они состоят в том, что называется декагеренцией. Предлагаю, декагеренцией. Они говорят примерно то же самое, что по поводу Эйнштейна, Розана и Подольского. В свое время говорил Бог, когда пытался в этот парадокс опровергнуть. Они говорят такую забавную вещь, фундаментальную. Что у нас в настоящем мире перед вот этими левой и правой перчаткой, где у нас были коэффициенты одна, вторая, вот эти самые коэффициенты одна, вторая, они на самом деле меняются случайным образом из-за воздействия окружающего мира. Мы никогда, говорят, они не могут изолировать систему достаточно. Если микромир, мы можем приготовить такое состояние, где атомы будут чисты, например, он находит в суперпозиции основного состояния, возбужденного, как мы можем понимать, то здесь мы приготовить такого не можем ни в коем случае, как и таким в мире. Потому что посторонние факторы влияют на мир, и получается, что вот эти коэффициенты, которые сейчас я принял у перчаток за одну, вторую, они меняются совершенно произвольным, случайным образом. И это уже, в свою очередь, приводит к тому, что мы на практике наблюдаем, там, где должны были наблюдать суперпозиции, должны будем наблюдать всегда смеси. Вот такая-то очень странная вещь. Когда мы наблюдаем большую систему, например, человека, ходящего по камере, заключенного, который должен был, мог бы убежать, он убежать не может оттуда. Почему? Потому что он состоит из такого количества микрообъектов, и они связаны между собой бесчисленным количеством связи, мира, что суперпозиции состояния, когда он находится внутри камеры и снаружи камеры, невозможно. А если бы он был атомом, то для него бы суперпозиция такая была возможна, суперпозиция двух этих состояний. И он бы, подождав не такой большой времени, не так много времени, мог бы оказаться на воле, если бы он был просто микрообъектом. Но он на воле не оказывается, потому что декокеренция и вместо одного человека, находящегося в двух состояниях, в камере и вне камеры, мы имеем двух людей. Один, который сидит в тюрьме, а второй, который гуляет на воле. К сожалению, для заключенных это разные люди. Хотя российская система правосудия открыла такой способ, как один тоже человек может быть на воле и сидеть в тюрьме. Мы знаем эти фальшивых отсидщиков, сидящие за чужие преступления под чужими именами. Это массовое явление просто в тюрьмах. Ты платишь человеку, он за тебя сидит там 10, 15, 20 лет, ну ему ты хорошо, и тебе хорошо. Но это юридические казусы российской правоохранительной системы не имеют ни малейшего отношения к квантовой механике. К квантовой механике, к сожалению, дело обстоит так, что нет суперпозиции заключенного, но наружу их заключенного внутри нету, к сожалению. И это люди пытаются объяснить от декокеренции, потому что у них коэффициенты, которые должны были быть между тем, кто сидит в камере, это большой коэффициент, а между тем, кто сидит внутри камеры, это маленький коэффициент. И таким образом получается, что они меняются случайным образом, и это под странным фактом приводит к тому, что мы всегда имеем заключенного, который где-то в одном месте. Либо в камере, либо вне ее. Такова вот эта, значит, наша забавная вещь. Поэтому я, может быть, я просто плохо понимаю, что такое декокеренция, но оказывается, что вот этот аргумент от декокеренции, он не работает. Вот такая вот эта странная вещь, которая имеет, я говорю, что квантомеханика, это единственная наука из физик, которая работает на самом деле с настоящим миром, то есть с тем миром, которым мы не можем наблюдать, и который только проявляет себя каким-то образом. Вот она. И мы видим, что ее взгляд на окружающую действительность, он принципиально другой, чем тот, к которому мы привыкли. Все-таки мы привыкли к ящикам с перчатками, где каждая перчатка либо левая, либо правая. Ну, с носками происходит у людей многие чудеса, конечно, с носками. Очень трудно идти ему пару, бывает. Но тем не менее, мы тоже думаем, что когда мы нашли левый носок, что где-то находится правый. И нет такой ситуации, что кто-то нашел где-то там наш правый носок, померил его, убедился, что он правый действительно, и наш носок стал левым. То есть это как бы картинка про Эйнштейна Розана Подольского, она невозможна. А то было бы очень-очень-очень удачно. Берешь там, что-то нащупал носок, ой, только бы он был левый, только бы он был левый. И просишь там, скажем, жену, Наташа, да, Наташа, помери-ка ты мне, да, вот носок в том углу. Сделай так, чтобы он был правый. Она померила, и у тебя левый. И это счастье как бы так получилось совершенно. Счастье такое. То есть вот этот опыт управления как бы реальностью. Здесь в связи с этим стоит задуматься над тем, что такое квантовый наблюдатель. Кто он, откуда он взялся. Ясно, что это нечто, некая формальная позиция, неживая совершенно. Которая переводит суперпозицию в настоящий способ состояния. Это очень важно на это дело посмотреть. Опять возвращаясь к нашим любимым игрушкам. Вот эти все бактерии, скажем, сахну, да. Одна из интуиции, которая существует, что все, что я говорил там по ним, туннель, это это, это все неправильно. Просто эти ребята навострелись резко повышать вероятность определенных процессов. В частности, бета распада. Ну, просто резко. На 7-8 порядков. Быть может, вот такая. То есть, грубо говоря, все, что они научились делать, это они научились работать с вероятностью. За счет чего? Непонятно. Но это давно вожденная мечта человечества. Научиться работать с вероятностью. То есть, у тебя есть некая суперпозиция, она с коэффициентами. Один коэффициент, который ты желаешь, он маленький, а второй большой. И кто его знает? Может, ты можешь с ними как-то работать? Может, их как-то можно менять? Может, существует какая-то разработанная физика, которая не просто, оказывается, терпилый человек, который ожидает, что постоянно выпадет красное. А он на это может влиять, и сто раз выпадает красное. То есть, процессы вроде бы абсолютно случайны, но сто раз выпадает красное. Вот такова, значит, вот эта самая ситуация. И мы, опять же, говорим, что квантовая механика, она позволяет задумываться о некоторых действительно основаниях, о том, как устроен мир на самом деле. Что? Есть вопросы?